Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Если заняться астрономией мешает погода, то самое время открыть для себя мир микроскопии. Сегодня хотим рассказать Вам о биологическом микроскопе Сигетта МБ-140. Картинка, которую строят его ахроматические объективы, вряд ли кого-то оставит равнодушным. Распаковали и смотрим. Микроскоп поставляется в транспортной картонной коробке. Внутри коробки находится надежная пенопластовая упаковка, защищающая прибор во время транспортировки. В комплект поставки, кроме самого микроскопа входят Два окуляра, модуль верхнего освещения, микрометрические суппорты, адаптер питания от сети 220 вольт, полизащитный чехол и краткое руководство пользователя на русском языке с описанием микроскопа и рекомендации по начальным наблюдениям. Комплектные окуляры кратностью 10 и 25 заключены в пластиковые корпуса. Оптика выполнена из оптического стекла. Просветление на обеих окулярах отсутствует. Окулярный узел микроскопа имеет удобный наклон окулярной трубки и может вращаться вокруг своей оси на 360 градусов. Внутренняя поверхность окулярной трубки зачернена, но при этом заметно млекуем. Посмотрим, как это скажется на качестве картинки. Три ахроматических объектива 4, 10 и 40 крат установлены в револьверную головку, поворотом которой до характерного щелчка осуществляется смена объективов. 40 кратный объектив имеет подпружиненную оправу, для защиты от повреждения линз объектива или микропрепарата. Кроме того, избежать этой неприятности поможет стопорный винт. При помощи этого винта можно ограничить движение предметного столика и тем самым предотвратить соприкосновение объектива со стеклом микропрепарата. Микроскоп имеет широкий диапазон увеличения от 40 до 1000 крат. Следует отметить, что ахроматические объективы, которыми укомплектован микроскоп показывают вполне достойную картинку даже на максимальном увеличении. Настройка резкости осуществляется перемещением предметного столика при помощи специальных ручек, расположенных по бокам, чуть выше основания штатива. Ручка большего диаметра отвечает за грубую настройку резкости, а ручка меньшего диаметра за точенную доводку. Это очень удобно, особенно на большом увеличении. Система освещения данной модели состоит из двух модулей освещения. Нижнего для проведения наблюдений в проходящем свете и верхнего для наблюдений в отраженном свете. Стоит отметить оригинальную конструкцию верхнего осветителя. Он выполнен в виде гибкого шланга типа гусиная шея, что позволяет добиться равномерного освещения образца. На одном конце находится светодиод, а на другом обычный разъем USB. Для установки осветителя его следует продеть в специальные отверстия в верхней части штатива и подключить в гнездо USB, расположенное с тыльной стороны основания микроскопа. Здесь же расположено гнездо для подключения адаптера питания. Сбоку основания штатива расположено колесо включения и регулировки яркости нижнего модуля освещения. А вот для верхнего модуля включение-выключение и регулировка яркости не предусмотрены. Для того чтобы включить или выключить верхний модуль, его необходимо вставить или вынуть из соответствующего разъема. В нижней части корпуса имеется отсек установки батареек типа АА для обеспечения автономного питания. Это позволяет использовать микроскоп в полевых условиях, где доступ к электросети затруднен или невозможен. Микроскоп оснащен предметным столиком 95 на 95 мм. Под ним разместилось колесо диафрагм с шестью отверстиями разного диаметра. Поворачивая колесо в ту или иную сторону, до характерного щелчка выбираем соответствующую диафрагму, тем самым регулируем яркость и равномерность освещения образца. По умолчанию для фиксации препарата на предметном столике установлены металлические подпружиненные лапки. Сразу рекомендуем заменить их на микрометрические суппорты из комплекта. Это позволит плавно перемещать препарат по предметному столику. Дополнительные шкалы Нониуса помогут произвести простейшие измерения. Установим вместо окуляра нашу цифровую камеру разрешением 3 мегапикселя и посмотрим как выглядят под микроскопом различные микроорганизмы и некоторые предметы неживой природы. Итак, срез соснового стебля с 4-х кратным объективом увеличение 40 крат, с 10-ти кратным увеличение 100 крат, и 40-кратный объектив 400 крат. Группа микроорганизмов инфузория туфелька, увеличение 100 крат. Обращаем внимание на отсутствие хроматической аберрации. На большом увеличении 400 крат инфузория показала свою внутреннюю структуру. Хорошо просматривается структура человеческой крови на тех же 400 кратах. Не безинтересно будет заглянуть и в мир насекомых, так выглядит муравей с 4-х кратным объективом увеличение 40 крат. На большом увеличении видны мельчайшие подробности строения его лапок. Синяя окантовка объясняется тем, что тело муравья достаточно объемное, а глубина резкости объективов биологического микроскопа весьма невелика. В отраженном свете интересно посмотреть кристаллы сахара увеличение 40 крат. Те же кристаллы на большем увеличении в 100 крат. Так выглядит поверхность металлических предметов, в данном случае 10 копеечные монеты. Фрагмент 10 гривенной купюры, след от обыкновенной авторучки на листе бумаги для заметок, и тот же след на увеличении 100 крат. Подводя итог хочется сказать, что микроскоп оставил весьма приятное впечатление. Качественная оптика показала хорошую картинку на всем диапазоне увеличения. Порадовала и механика. Механизм тонкой фокусировки и микрометрические суппорты придают существенные удобства при работе с прибором. Жаль не предусмотрена возможность включения, выключения и изменения яркости верхнего осветителя. Хотелось бы еще иметь хотя бы минимальный набор для начальных наблюдений, но это вполне оправдывается его умеренной ценой. Эта модель микроскопа стоит на границе, разделяющей учебные и начального уровня лабораторные микроскопы. С Вами был технический обзор от лабораторий Астроскопа. До скорой встречи в нашем магазине. Субтитры создавал DimaTorzok